Продолжение следует... Именно так прописано в новом трудовом кодексе, с чем мы вас и поздравляем. Ну и, естественно, все вышеизложенное уже подсказывает вам, что очередной номер газеты Реут откроется поздравлениями мужской половины города Реутова с Днем Защитника Отечества. На этих же страницах вы найдете информацию о прошедших событиях города Реутова. Третью страницу мы полностью отдали нашим мужчинам. И здесь мы рассказываем о тех, кто защищает Отечество и в прямом смысле, то есть о наших ребятах, которые служат сегодня, о ветеране Великой Отечественной войны, который отмечает юбилей и защищал Родину на полях Великой Отечественной. В этой газете есть сообщение, пронизанное светлой памятью о скоропостижно ушедшем из жизни очень уважаемом нашем человеке, почетном гражданине города, ветеране Великой Отечественной войны Николая Максимовича Маркова. Светлая память этого человека, несомненно, будет жить у наших земляков, и об этом говорится в том некрологии, который подписали администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов города. Четвертая, пятая, шестая, седьмая полосы отданы, как всегда, программе телевидения нашим объявлениям. Здесь вы найдете афишу, какие мероприятия пройдут в городе, сообщения ГИБДД и, конечно же, объявления и рекламу. Наши постоянные читатели помнят и ждут, что каждую предпоследнюю пятницу месяца к ним должна прийти территория молодежи. И ваши ожидания мы не обманываем. Словом, вам будет, что почитать в этой молодежке и также в очередном номере газеты «Реут». В конце территории молодежи всегда идет анонс следующего номера, который уже в плане, который готовится. И ведущая тема будет «Мартовский вирус любви». Так что тема любви наши юные журналисты не намерены заканчивать с днем влюбленных. И мы вам искренне желаем, чтобы вам всегда сопутствовала в жизни любовь. И чтобы вы верили в это прекрасное светлое чувство. А к вам, уважаемые женщины, я хочу обратиться еще с такой просьбой. В эти предпраздничные дни используйте каждую возможность, чтобы сказать вашим мужчинам о своих чувствах к ним. Признание сделать в любви, чтобы они чувствовали себя уверенно и были вашей надеждой и опорой. Всех с наступающим праздником и до встречи в эфире в следующую среду. Здравствуйте! Сегодня я ознакомлю вас с новым номером газеты «Владимирка», который по традиции выходит каждый четверг. Конечно, этот номер газеты мы посвящаем вам, уважаемые защитники Отечества. Впервые в этом году, согласно новому экзоту, день 23 февраля мы отмечаем как «Красный день календаря». Это не рабочий день, настоящий праздник. С этим мы и поздравляем наших замечательных мужчин и всех женщин, которые тоже несут службу по защите Отечества. Незадолго до этого праздника на заседании правительства России обсуждался законопроект об альтернативной гражданской службе. Какие положения в нем будут записаны, вы прочтете на странице газеты «Владимирка». В нашем материале, который мы назвали «Патриотом быть не стыдно». На этой неделе прошла смена руководства в Балашихинском управлении внутренних дел. Новым начальником Балашихинского УВД стал бывший руководитель Сергей Васильев. Его представил руководителем Балашихинского района начальник УВД Московской области Николай Головкин. В эти дни очередная группа служащих дивизии имени Дзержинского отправляется нести боевую службу в горячие точки, в том числе в Чеченскую республику. Здесь же вы узнаете о том, как проходил в Реутове митинг памяти воинов-афганцев и всех, отдавших свои жизни за Отечество в XX веке. Вы узнаете о том, что губернатор Московской области своим распоряжением закрепил шефство городов и районов Подмосковья и крупных промышленных предприятий над воинскими частями. Напоминаем, что в нашей газете продолжаются конкурсы, и один из них – конкурс «Памятный кадр ушедшего века». И завершая сегодняшний обзор газеты «Владимирка», мы с удовольствием сообщаем, что возобновил свое сотрудничество с нашей газетой постоянный автор кроссвордов и головолом Клев Пошаян. И сегодня мы публикуем его цикл «Кроссворд», который посвящен вам, уважаемые защитники Отечества. Уютное место в центре Риутова. 14-этажный монолитно-кирпичный дом повышенной комфортности по улице Новая, дом 8. Квартиры однокомнатные, 50 квадратных метров. Двухкомнатные от 66 до 88 квадратных метров. Трехкомнатные, 80 квадратных метров. Четырехкомнатные на заказ. Цена одного квадратного метра жилья от 550 условных единиц. Телефоны 258-98-85, 258-98-86 и 258-98-87. Уважаемые риутовчане, компания «Техпро» предлагает компьютеры и оргтехнику, комплектующие и расходные материалы, разработку и монтаж локальных сетей и, конечно же, канцтовары. Комплектация и сервисное обслуживание проводятся по адресу улица Комсомольская, дом 2. Телефон для справок 791-46-99 или 723-93-78. Отдел розничной торговли расположен в магазине «Диана» по адресу улица Победы, дом 15. Телефон 528-90-62 и 528-37-57. Уважаемые риутовчане, приглашаем вас посетить автосервис и магазин автозапчастей компании «Резон». Сегодня в продаже двигатели 21.084, 21.30 и инжекторные 21.11 и 21.12. Мастера нашего автосервиса смогут выполнить работу любой сложности. Наш адрес – улица Молодежная, дом 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова